Лето начинается и в преддверии оздоровительного сезона в ОМЦ «Химик» собрались вожатые и представители лагерей из каждого района Омской области. Ежегодно такой слёт позволяет обмениваться опытом и представлять лучшие ноу-хау по итогам прошлого сезона. На выставке присутствовал министр спорта Александр Фабрициус, который с интересом расспрашивал профессионалов своего дела о новом сезоне и мероприятиях. 114 тысяч детей будут оздоровлены у нас в Омской области, поэтому это направление у нас прорабатывается. Я надеюсь, что мы войдём так же, как и прошлый год, с тем количеством детей, оздоровительства которые будут. Правительство Омской области выделено все денежные средства на то, чтобы подготовить лагеря, на то, чтобы дети отдохнули. Вожатые обещают, что ребятам не придётся скучать, ведь летняя программа расписана буквально по минутам. Каждая семья сможет выбрать ребёнку лагерь по вкусу. В регионе откроется 820 оздоровительных организаций, включая единственный в стране палаточный лагерь на острове Вуз-Заостровке. Лагерю уже 17 лет. У нас идёт несколько направленностей. Основная – это спортивная, туристическая, военно-патриотическая и, естественно, творческая. Хотя, кажется, как можно творчество проявить ребёнку в палатке. Песни у костра, поделки из материала подручного – это очень интересно и очень хорошо. Очень много феничек всевозможных плетут детки. Ну и помимо этого, военно-патриотическая, они у нас стреляют из пневматического оружия, учатся собирать, разбирать автомат калашников, проходят военную полосу препятствий. После экскурсии участники семинара собрались за профессиональной беседой. И на заседании обсуждалось немало тем – от глобальных развитий российского туризма до локальных – организаций необычного досуга в регионе. С докладами выступили спикеры, которые на практике знают, как сделать лето незабываемым для ребят самыми разными увлечениями.